Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Более 1800 люберчан обратились за помощью в правоохранительные органы на минувшей неделе. 57 заявлений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Всего за отчётный период стражам порядка удалось раскрыть 54 преступления. По словам Евгения Романцева, на дорогах муниципалитета произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, из-за которых пострадали 5 человек, 1 погиб. Особо начальник межмуниципального управления МВД России отметил ситуацию с ремонтными бригадами, работающими во многих школах округа. Проверки показывают, что среди других, то есть этих всех бригад, очень много людей, которые не зарегистрированы в Российской Федерации, работают. И практически очень много судимых, которых пробиваем по базе, от 5 по 6 раз были судимы, работают на школах. Далее выступил Максим Катаев, заместитель начальника Люберецкого пожарного гарнизона. Он отметил, что пожарная обстановка в городском округе спокойная. Всего за неделю произошел один пожар, частично обгорела кровля жилого дома, пострадавших нет. Александр Проворов доложил о ходе выполнения губернаторской программы «Мой подъезд» в Люберцах. По его словам, на сегодняшний день в округе отремонтировали 777 подъездов, это порядка 60% от общего объема работ. Кроме того, на совещании была озвучена степень подготовки ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. 27 июля состоялась комплексная тренировка органов управления и сил звена Московской областной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Люберцы. Отработаны действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанные с пожаром на газовой котельной по адресу Октябрьский проспект, дом 112, корпус 1. О состоянии дел в дорожном хозяйстве на территории городского округа Люберцы рассказал начальник отдела Раменского подразделения Мосавтодор Владимир Астахов. На прошедшей неделе, по его словам, производилась очистка полосы отвода, вывоз мусора по кострове, а также приведена очистка межбарьерного пространства дорожного полотна. Для того, чтобы поддерживать городские улицы в чистоте и порядке, на минувшей неделе было задействовано 47 единиц спецтехники и 120 человек. Такие данные на оперативном совещании предоставил заместитель начальника управления дорожного хозяйства Егор Бунтин. На этой неделе начнутся работы на девяти улицах города Люберцы и на двух улицах городском поселении Малаховка. Это Гаражная и улица Цветная. Управлением дорожного хозяйства совместно со службой инспекции дорог Министерства транспорта проведена работа по оцифровке будущих парковочных мест. Всего составляет 4200 машин и мест. Кроме того, на совещании обсудили вопросы комплексного обустройства дворовых территорий, выслушали доклад об обращениях жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу 112 и о развитии спорта в городском округе. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.